МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Врачебный десант. Медики Балхашского района выехали в отдаленные аулы для бесплатного обследования населения. Болезнь легче предупредить, чем вылечить, говорят специалисты. Около 3 миллиардов сеньги дополнительно выделят для поддержки многодетных и малообеспеченных семей Алматинской области. Об этом на отчетной встрече с населением региона рассказал глава края Амандык Баталов. В первую очередь средства направят на решение жилищного вопроса данной категории населения. Также предусматривается льготное подключение к природному газу, выделять 100 грантов на обучение в вузах детям из малообеспеченных и многодетных семей. А чтобы все нуждающиеся семьи получили перечину слуг, Аким области поручил руководству районов и сельских округов составить электронную социальную карту. Какие еще проекты начнут реализовываться в нынешнем году в Алматинской области, расскажет Асем Кощегулова. Время подводить итоги. 2018 для Алматинской области запомнился яркими достижениями и долгожданными событиями. Пожалуй, самое яркое из них – Раимбекский район, поделили на две административные единицы. Это в первую очередь скажется на благосостояние населения. Кстати, численность ЖТСУ в прошлом году достигла 2 миллионов человек. Рост наблюдается в каждой отрасли региона – в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве. 574 миллиарда тенге привлечены инвестиции в регион. Запущены два крупных завода. Один по производству насосного оборудования «Вуила» в Ильинском районе, другой «Маревенфуд» в Капшигае. Он производит полуфабрикаты. В нынешнем году их ряды пополнят еще три крупных предприятия. В результате объем экспорта вырастет на 6%. В Ильинском районе российской компании «Лукоил» будет введен ввод в эксплуатацию производства свазочных материалов мощностью 21 тысяч тонн. В Кирбулатском районе с участием в Сингапуре китайской компании запускаем цементный завод «Алацем» мощностью 1,2 миллиона тонн цемента в год. Компании «Феникс» и «Заря» Объединенных Арабских Эмиратов строятся два комбикормовых завода на территории СС «Харгос» в Восточные ворота мощностью 60 тысяч тонн в год. Сельское хозяйство – драйвер экономики области. Житесузские свекловоды собрали 442 тысячи тонн сладкого корнеплода. Куксузские и Аксузские заводы произвели 42 тысячи тонн сахара. Свеклу в ближайшем будущем начнут принимать Аллакольские и Искельдинские заводы. Планируется их реконструкция, а также строительство подобного предприятия в Капшигае. Таким образом, Матинская область реально возвращает себе былую славу самого свекловодческого региона страны. Еще один агропроект успешно внедряется в Раимбекском районе. В ушедшем году там засеяли 100 гектаров картофеля. Продолжается реконструкция ирригационных сетей. В планах в нынешнем году ремонт 25 тысяч гектаров. Выполнила область еще одну амбициозную задачу. Запущено 100 новых предприятий малого и среднего бизнеса и создано свыше 31 тысячи рабочих мест. Количество туристов достигло 2 миллиона человек. В том числе озеро Алакуль в прошлом году посетило 1 миллион. Будут проведены реконструкции взлетно-посадочной полосы. Военный аэропорт нам передали. Берегрепительные работы, уже тендерные процедуры заканчиваются. А также построены сети дополнительно водоснабжения и канализации. В начале года уже открыли первый горнолыжный парк «Ой-Харагай лесная сказка» с объемом инвестиций 30 миллиардов тенге. 2019 год пройдет под эгидой рост благосостояния населения, повышения доходов и качества жизни. В первую очередь это доступное жилье. В прошлом году введено 713 тысяч квадратных метров жилья. Но этого мало, учитывая, что в очереди сегодня стоят 43 тысячи человек. Поэтому в 2019 году в рамках программы «Нур-Узер» мы планируем ввести в два раза больше порядка 80 тысяч квадратных метров жилья по программе. В том числе будет построено 42 тысячи квадратных метров кредитного, 32 тысячи жилья арендного, 5 и 2 тысячи квадратного жилья коммунального. Всего 924 квартиры. По программе 7, 20, 25 определены 26 массивов, где до 2025 года планируем построить 4 миллиона квадратных метров жилья. Квартиры получат около 104 тысяч семей. Собрать первоначальный взнос на приобретение жилья по программе 7, 20, 25 ждсусом поможет Акимат. Людям начнут выдавать сертификат на миллион тенге. Воспользоваться такой поддержкой смогут не только сотрудники бюджетных организаций региона, но и многодетные и малообеспеченные семьи. Будет создана социальная карта Алматинской области. В планах также строительство центров обслуживания населения по принципу одного окна. Для многодетных семей в областном центре начато проектирование двух многоэтажных жилых домов и будет представляться жилье также в коттеджном городке. По программе 7, 20, 25 выделяем жилищные сертификаты. Один миллион тенге. Мы заложили только на этот год 300 миллионов тенге. Предусматривается бюджетное подключение к природному газу. Безвозмездно будут установлены датчики угарного газа в 16 тысяч частных домах. Будет ежегодно выделяться 100 грантов для поступления в высшие учебные заведения детям из многодетных семей. Дети из малообеспеченных семей 100% будут обеспечены бесплатным и горячим питанием в школах. Для многодетных семей будет предусмотрен бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Предусматривается субсидирование питания в детских садах для 21 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей. На это из бюджета мы выделяем 1,2 миллиарда тенге. В инфраструктуре особое внимание. Почти 80% автомобильных дорог области находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Ежегодно на их ремонт выделяется свыше 30 миллиардов тенге. Самый высокий показатель по республике и уровень обеспеченности централизованным водоснабжением. На благоустройство области направлено 11 миллиардов тенге. Продолжается работа по газификации населенных пунктов. Многие из житесусов уже ощутили на себе преимущество голубого топлива. Уровень газификации сегодня уже составляет 30%. Газофицировано 143 населенных пункта, где проживает 798 тысяч человек. Построен магистральный газопровод до города Текили. За счет частных инвестиций начато строительство газораспределительных сетей в самом городе, а также в Ескельгинском, Куксуйских районах. Для газификации Балхашского, Хараташского, Кербуласского районов завершено строительство Агресс-Сарузек, Баханас-Агресс-Уштоби, которые будут введены уже в этом году. Подключения к природному газу в городе Талткурган все равно остаются низкими. На сегодня подключено около 2600 абонентов. По поручению президента снизили тарифы на подключение в жилых домах с 30 тысяч тенге до 8 тысяч тенге. В текущем году свои двери распахнут сразу 6 школ, 65 детских садов. Ведется строительство 12 объектов здравоохранения. Начнут работу еще 58 участковых пунктов, совмещенных с жильем. Большинство проектов реализуются в рамках государственно-частного партнерства. 2019 объявлен годом молодежи. Это новые возможности в получении доступного и качественного образования, работы и жилья. К примеру, в нашей области за три года планируется обучить 12 тысяч молодых ребят основам бизнеса. Так они смогут начать свое дело. Планируем открыть во всех районах и городах 20 современных центров обслуживания, как в городе Талткурган. Кроме того, в целях привлечения молодежи в село каждому молодежному ресурсу будет выделено 10 гектаров земли. И на этих участках они будут выращивать сельхозкультуры, а вырученные средства хотят направлять на решение своих вопросов. Например, покупка спортивного инвентаря, установка стрит, воркаутов, открытие кворинг-центров, интернет-библиотек. Талткурган растет и просветает. Ежегодно в областном центре открываются новые объекты, которые становятся достопримечательностью города. В прошлом году построены две школы на 1200 мест. Музыкальная школа, новый драматический театр, центр неонатальной хирургии при областной детской больнице. Не менее амбициозные планы на нынешний год. Начнется строительство плавательного бассейна и первого студенческого общежития в микрорайоне Каратал. Итоги подведены, планы намечены. Алматинская область готова успешно выполнить новые поручения главы государства, отметил Амандык Баталов. Асим Кощегул, Вашислан Шикенжи, Айбек Акшулаков, телеканал ЖТСУ. Вопрос-ответ. Ежегодная отчетная встреча традиционно проходила в формате свободного диалога. Каждый мог задать свой вопрос. Более 30 самых разных просьб прозвучали с трибуны в адрес главы региона Амандыка Баталова. От открытия реабилитационных центров до снятия в крае ЖТСУ пятого сезона сериала «Патруль». Подробности у нашей съемочной группы. Тенденция, однако. Если раньше на таких встречах в основном люди просили помощи исключительно для себя, то сейчас больше звучат просьбы общего социального характера. Одним словом, меняется общественное сознание от «я» на «мы». Жители села Булек и Микши Казахского района надеются, что к ним в аул проведут водопроводные сети. Такой же наказ у представителей Кирблакского района и жилого массива Мерекелек Талдыкургана. Реакция Амандыка Баталова их полностью удовлетворила. Вашему дачному массиву выделим 100 миллионов тенге. Вы будете обеспечены качественной питьевой водой. Газификация – отдельная тема. Общественность рекомендует местным властям перевести котельные Талдыкургана с угля на голубое топливо. Поинтересовались на встрече и льготами на проведение газа в дома людей с ограниченными физическими возможностями. Исчерпывающий ответ не заставил себя ждать. По словам Акима Алматинской области, модернизация котельных уже в планах. Также выделяется 500 миллионов тенге на увеличение темпов газификации и его доступности разным слоям населения. К слову, организация, оказывающая помощь инвалидам, Амандык Баталов обещал финансовую поддержку. Во-первых, спасибо, что обратились. Ответственным органам поручаю в кратчайшие сроки осведомить меня о проводимой ситуации. Наш двор нуждается в облагораживании, говорят жильцы многоэтажки по улице Галиурманова, 43. Предложение поступило, выводы сделаны. В этом году в бюджет заложено миллиард тенге на реконструкцию 48 дворов, еще 36 на стадию планирования. Добавить в этот список и этот двор поручил Аким области. Эта женщина пришла на отчетную встречу с личной просьбой. Ее мужа, работающего в коммунальном предприятии Куркиту Талдыкурган, на днях сбила машина. И мужчина попал в больницу. И хотя ему оказывается медицинская помощь в полном объеме, супруга жалуется, что работодатель не оказал ему помощь. Аманда Кбаталов поручила Акиму города и руководителю здравоохранения взять ситуацию на личный контроль. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов, покупая нам телефоны, компьютера, читающие машины. Но по нашим данным, по нашим анкетированиям, оказывается, многие инвалиды по зрению не знают, как пользоваться ими. И наша организация решила помочь им и интеграция в обществе, и обучение тифло-техническим оборудованием. Много вопросов было по здравоохранению. Выступавшие говорят, что на местах не хватает больниц. Аманда Кбаталов, выслушав обращение, поручила ответственным лицам подготовить необходимые документы для строительства роддома в сельском округе Жаланаш Раимбекского района. Поддержал он и строительство лечебницы в селе Пиджим Памфиловского района. Откроется и первый в Казахстане реабилитационный центр для пострадавших от изнасилования. Только в прошлом году было зарегистрировано 11 фактов. Это наша общая беда. Поэтому я вас прошу, помогите нам открыть в Талдыкургане такой. Это будет единственный в Казахстане. Зато люди, эти дети как бы поверят нам взрослым. Проект уже разработан, и он уже есть. И наша задача, вот это, с их сознанием убрать, и чтобы они потом, в последующем, нормальной жизнью жили. Для этого как раз вот такие центры нужны. Поэтому я поддерживаю. Приятная новость для любителей отечественных сериалов. Пятый сезон блокбастера «Патруль» будет снят в Талдыкургане. Это самая популярная на территории Казахстана кинопродукция, которую смотрит весь СНГ. Мы создадим вам все необходимые условия, заверил Акимобласти, автором сериала. Вообще год обещает быть богатым на культурно-массовые мероприятия, выставки и познавательные экспедиции. Сейчас в этом году ходим по следам золотого человека. Это же интересно, правильно, да? В то время какая цивилизация была на нашей степи. И то, что президент сказал, семь граней великой степи, вот этим мы должны гордиться. Понимаете? И это мы хотим исследовать не только в Казахстане, а он вплоть до Индии может быть. ЖИТСУСцы оказались очень активными. От них поступило более 30 вопросов и предложений. Ни одно обращение не осталось без исчерпывающего ответа. Несмотря на активное трехчасовое общение, не все успели высказать свои пожелания и проблемы. Однако выслушают и их. Желающих записали на прием к Акиму. Звучались трибуны и слова благодарности. Сработали на пятерку. Такую оценку давали участники встречи в деятельности Аманды Кабаталова и местной исполнительной власти. Илья Мандроембеков, Жаслан Шингенжи, Айбек Акшулаков, телеканал ЖИТСУ, Талдыкурган. И сегодня же по поручению Акима Алматенской области руководство города и предприятие Куркиту Талдыкурган посетили пострадавшего в ДТП мужчину. ДТП произошло приблизительно в 3 часа ночи. Пьяный водитель врезался в снегоуборочную машину, которая в свою очередь протаранила Аргана Садыкова. На место аварии приехала скорая и сотрудники дорожной полиции. Мужчина был доставлен в городскую многопрофильную больницу в крайне тяжелом состоянии. Пациент Садыков Арган поступил 17 февраля в 5.30. Это примерно осмотрен дежурным травматологом. Проведена компьютерная томография грудной клетки, компьютерная томография головного мозга, рентген стопы. Сразу же госпитализирован в отделении реанимации. Выставлен диагнозом. Сочетанная травма, ушиб головного мозга, суборах наедание кровоизлияния, закрытый перелом. Ладышев, но в течение 20 дней он уже будет, в принципе, намного лучше ему будет. Сейчас его жизни ничего не угрожает, говорят врачи. Как случилось, я не знаю, не помню. В 12-й ночи был, да? Да, после 12-й час или 2-й, где-то так. Время не смотрел я. А снулись вчера, да, правильно? А снулись я в больнице, сошелся. Сейчас, ну, хоть чуть-чуть, более-менее. Нормально. Мужчина работает грузчиком-регулятором. Он дает команды снегоуборочным машинам. По словам руководства Курки-Туталт-Курган, устроился он к ним недавно. В тот день у него была ночная смена. Вот водитель, который вот был пьяный, который врезался в нашу машину, рядом стоящего, он даже, получается, не заметил его. Он скрылся или его остановили? Нет, его остановили, сразу потом подъехала патрульная, забрали его. Сейчас, в данное время, он под следствиями. Руководство предприятия безразлично к судьбе своего подчиненного. Никакой помощи мы не получили, рассказывала Амандыку Баталову на отчетной встрече супруга Аргына. Коммунальщики это категорически отрицают и уверяют, что каждый день посещают больного. Даже завезли к нему домой дрова и оказали финансовую помощь. Нет, это неправда. Я приезжал на место происшествия, приезжал. Я даже приехал, как только скорая подъехала, проведался, к жене тоже ездила. Жена вообще даже не хотела первый день с нами разговаривать, ссылаясь на то, что она нас не видела. Но мы в тот же день приезжали, в реанимацию приезжали. Когда он в реанимации был, на следующий день уже, когда на палату перевели, его тоже приезжали. Со своим сотрудником разговаривал, я ему тоже пообещал. Я говорю, любой вопрос, до полного выздоровления, до выхода на работу, звоните непосредственно ко мне и говорите, что им нужно для их семьи и чем им помочь. Также женщина жаловалась, что супруг работает практически без выходных. И вместо положенных восьми часов он трудится все десять, а то и двенадцать часов. Тем самым нарушая трудовой кодекс, говорит она. У нас как получается выходной? Если снег идет, у нас какой выходной? Мы все работаем посменно. То есть никакой переработки, как положено, все отрабатываются и восемь часов. И все. Единственное, максимум может быть десять часов. Но она все табилировалась, и оплачиваемая работа вся эта. Нет, перерывы есть, конечно, да. Каждую сколько? Час, два, три? Час, полтора. Точку в этом запутанном деле может поставить только сам пострадавший. Однако сейчас он не в состоянии долго говорить, и тем более выяснять отношения с работодателем. Дамир Анитов, Габид Кавдрахман, телеканал ЖТСУ. Полную версию отчета Акима Алматинской области Аманды Кабаталова вы можете посмотреть после окончания вечерних новостей в 22.00. Свершилось. К долгожданному природному топливу подключились пять многоэтажных домов Талдыкургана. Это 109 абонентов. Их можно назвать своего рода первопроходцами. Ранее ни одна высотка областного центра не имела доступ к экологически чистому голубому топливу. Есть ли польза от данного изменения и какова реакция жителей на внедрение природного газа, узнавала Ануара Мангельдинов. Подключение к природному газу – это большой плюс, так считает жительница микрорайона Каратал Гульбашин Утиулинова. Если ранее за использование одного кубометра газа Талдыкурганка платила 450 тенге, то теперь надо отдавать 29 тенге. Спасибо всем тем, кто подключил наш дом к природному газу. Этого мы ждали давно, и вот момент настал. Я очень рада данному событию. Также рады и мои соседи. Надеюсь, что в скором времени все преимущества перехода на природный газ ощутят и остальные жители многоквартирных домов Талдыкургана. Подключение каждой высотки Талдыкургана к благу цивилизации – задача долгая, говорят представители КАЗ «Трансгаз Аймак». Для того, чтобы оператор смог подать природный газ, необходимо получить одобрение всех владельцев квартир. В случае положительного ответа специалистами разрабатывается смета по переподключению дома сжиженного на природный газ. И лишь после этого заключаются договоры с жильцами. Всего на данный момент голубым топливом обзавелись пять многоэтажных домов Талдыкургана. Средняя стоимость подключения одной квартиры обошлась жителям чуть выше 10 тысяч тенге. Что входит в эти 10 тысяч тенге? Замена кранов, сама работа, полностью все материалы получаются, краны, опрессовочные работы. Также есть работы по первичному пуску и опломбировке, которая входит, получается, опломбировка самого прибора учета газа, счетчик, проще говоря. И получается подключение самого газового оборудования. В данном случае это газовая плита. Что там делается, получается? Обследование шлангов, годен или нет, замена, если требуется. Потом, получается, замена жиглеров, ну и так далее. На данный момент к природному газу в Талдыкургане подключены более двух с половиной тысяч абонентов. По прогнозам специалистов, до конца текущего года их ряды пополнят еще свыше трех тысяч потребителей. Ануар Мангельдинов, Айбек Ахшалаков, телеканал ЖИТСУ. Ежегодно в Казахстане две женщины умирают от рака шейки матки. Только Алматинская область в 2018 году потеряла 60 человек. На сегодняшний день от страшной болезни страдают более тысячи женщин в регионе. И количество заболеваемых с каждым годом становится все больше. В связи с этим медработники Балхашского района проехались по отдаленным селам и провели бесплатное обследование населения. Диагноз рак почти всегда воспринимается как приговор. А между тем любую его форму можно вылечить, говорят врачи. Главное выявить на ранней стадии. Однако женщины неохотно идут на консультации к врачу. Согласно статистике, лишь 35% обращаются на начальных этапах. В связи с этим онкологи, мамологи, хирурги и другие специалисты районной поликлиники проехались по селам, где провели обследование. Спасибо большое, что приехали, обследовали. Для нас, жители отдаленных сел, это большой подарок. Нас проверили очень опытные и квалифицированные врачи. Они рассказали все болезни. Теперь будем знать. Если честно, ездить в райцентр далеко. Да и ходим мы в больницу, когда уже болезнь запущена. Думаю, что это наша ошибка. Нельзя со здоровьем играться. Еще раз спасибо большое. В 2018 год у 36 тысяч жителей Салматинской области была диагностирована злокачественная опухоль. По статистике, это 195 человек на каждые 100 тысяч. Особенно часто встречается рак молочной железы. Рак молочной железы – злокачественная опухоль железистой ткани молочной железы. В мире это наиболее частая форма рака среди женщин. Например, около 500 тысяч женщин ежедневно умирают от онкологических заболеваний. Это очень большой показатель. Даже страшно подумать. Это очень коварная болезнь, однако вылечить ее вполне реально. Необходимо пройти скрининг-тесты. Это быстрая процедура. Уважаемые женщины, это очень важная процедура. Она может спасти вам жизнь. Любая женщина в год-два раза должна побывать у гинеколога. И хотя бы раз на консультации у маммолога. Это жизненно важный анализ нужен для своего же блага, говорят врачи. Такой оказалась информационная картина этого дня. Спасибо за внимание. Встретимся завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин